Всем привет и добро пожаловать на мой канал Бабушка из Америки. Сегодня видео, что мы готовим из сезонных овощей, конкретно из нашего огорода. Вот уже и поспела капуста, лук, морковь, помидоры, перец, кабачки, огурцы, чеснок, лук. А это цветы. Называются кружева королевы Виктории. Это дикая морковь, но смотрится великолепно. Настоящая кружева. Буду делать тушеные овощи или овощную рагу. Все овощи домашние. Сначала все нарезать кубиком или соломкой, как вам больше нравится. Я нарезала кубиком шашечкой на капусту. Использую такой томатный соус. Он более чем паста. Он тоже вкусный. Обжариваю все овощи отдельно. Сначала лук. Если сковорода большая, у меня большая чугунная сковорода. Это такая силиконовая ручка, чтобы можно было надержать. Обжарила лук до золотистого цвета. Затем морковь, перец. И кабачки. Затем капусту. Слегка, кстати, капуста жарится очень быстро. Ее можно просто пожарить, посолить, приправить куркумой. И есть как основное блюдо или гарнир. Получается очень вкусно. Удивительно, она жарится быстрее, чем картофель. Очевидно, в ней много сахара. Карамелизуется корочка. Слегка обжаривается, чтобы придать вкус. Такие жареные овощи не из сыра. Помидоры и томаты с соусом уже. Отжариваем. Чтобы придать вкус приятный, чтобы не вода и сыра, и запах. Овощи не получат слабость и не очень получатся аппетит. Для меня. Для меня. Это или. Обжариваем. Можно его развести к бульонам. Или просто водой. Рис или паспетит. Наоборот, у меня варится говяйшее бульон. И ковядина. Когда мы будем кушать, будем добавлять кусочки ковядины отварной. Все готово. Добавляем немножко воды. И ставлю тушить до готовности. Как вы любите. Некоторые любят, чтобы овощи слегка хрустели. Я люблю овощи готовые, мягкие. Где-то минут через 20. Овощи готовы. На медленном огне. Можно перемешать. Смотрите по капусте. Капуста дольше в воде готовится. Морковь. И добавляете чеснок. Рубленный. Три зубочка я взяла. А все овощи по вкусу. Какие больше вам овощи нравятся. Укроп добавляйте по вкусу. У нас не все любят укроп. Но его желательно не варить. А уже в готовое блюдо добавляйте. Эти овощи можно есть хоть горячие, хоть холодные. Рагу готовы. Снизу я поклала два кусочка отварной говядины. И это будет и завтрак, и обед, и ужин. Очень вкусный. Цвет приятный. Овощи не развариванный, поджаренный, очень приятный. А теперь готовит Иван. Теперь он в свое полезное меню использует. Прошел школу полезной здоровой жизни. И готовит кабачковые оладьи. Добавил туда пармезан. Специи. Классические специи. Яйцо. Пудру. Чесночный гарлик. И перец. Несколько видов. Разного цвета. И виранайскую соль. И виранайскую соль. А запек он их в духовке. Сказал, что он был очень вкусный. Я не пробовала. Ну, я думаю, что ничего. Сбрызнул маслом авокадо. А это он готовил крекеры и соус. Там и макароны, и сыр, и зелень, и в сухарях. Панировал и запекал в духовке. Очень вкусно получилось. Но очень сытно. Девчонки наши поели с удовольствием. Особенно Тае понравилось. Она и на завтрак их поела. А на завтрак вам приготовил омлет с сыром. И личина из грудки турки. Деньги. Кашку. Смешался вот такая вот. Личина уже готова. Можно и сыру есть. Но можно и поджарить. Поджарим их поцелу. Совершенно без жира. И два тоста. Кофе? Мин? С пенебаром. С ореховой пастой. И кофе с молоком. Ну, протеин. И где? Нужно протеин масочку. Сам себе готовит. Молодец. Так, а я продолжаю делать сезонные фрукты и овощи. Это персики, абрикосы и черника. Я сделала заморозку для компота. Можно будет осенью и зимой. Получилось три пакетика. Черника, абрикосы, персики. Вот, пожалуйста, три раза можно сводить компот. Сюда полю клубники, малины, слив, яблок замороженных. И будет осорди компот вкусный. Как-то захочется. А здесь я посолила огурчики. Первые, малосольные. Со своего огорода на одной грядке. Листья смородины и укроп. Это растворила соль. И залила уже помытые, подготовленные огурчики. Через три дня можно будет есть. Это грязная соль, выбрасываем ее. Ну, вот такой плодотворный день. Почти все видео готовкой, готовкой, готовкой. И вам приятного аппетита. Хороших заготовок, хороших урожаев. А это почт, тоже из овощей со своего огорода на одной грядке. Правда, картофель покупали. Сделала пассеровку со свеклой. Здесь капусты. И добавляю палочку сельдерея, чтобы не было такого яркого вкуса капусты. Не очень любят. Свекла что-то в этом году не очень красная. Не очень красный получился. Какой-то розовый. Но очень-очень вкусный. Потому что домашние овощи и бульон из ковядины. И вам всего доброго, хорошего настроения, яркого и вкусного, ароматного лета. Всем пока. Продолжение следует.